Здравствуйте, уважаемый Александр Гилевич! Спасибо, что уделили внимание, время студенческому научно-популярному телеканалу Казанского университета «Универ ТВ». Разрешите представить вас для наших зрителей. Сегодня у нас в гостях Александр Гилевич Дугин, доктор политических наук, доктор социологических наук, директор высшей политической школы имени Ивана Александровича Ильина при Российском государственном гуманитарном университете. Александр Гилевич, совсем недавно президент России Владимир Владимирович Путин 8 мая подписал указ о том, как будет реализовываться государственная политика в области исторического просвещения. Как вам кажется, зачем понадобился такой указ? Вот смотрите, этот указ был подписан до того, как было еще назначено правительство, перемены, администрация президента. Это означает, что президент придает ему колоссальное значение. Этот указ, по сути, является некой идеологией. Это аналог мировоззрения, вдоль которого, вдоль вектора которого, должна выстраиваться наша стратегия, по сути дела. И планирование, и стратегия правительства, и образование, и культура, и наука. Вообще, термин «историческое просвещение» очень интересный. На самом деле, это же не об истории просвещения, французского или даже русского, 19 века идет речь. А речь идет о том, что задача государства заключается в том, а поскольку этот указ 314 именно был накануне назначения правительства, можно сказать, что это наказ правительству, и правительству, и государству, и обществу. Так вот, задача государства заключается в том, чтобы просветить наше общество историей. Просветить историей. Не банальная вещь. Что значит просветить историей? И причем не то, что мы знаем историю, которую надо донести до кого-то другого, а просвещение — это гораздо глубже, чем просто совокупное здание. Это значит, и самих себя надо просветить историей. И правительство, и власть, и государство, и чиновники, и учителя, и преподаватели должны, просвещая других, просвещать себя. Просветить себя историей. И вот дальше возникает очень интересный весь указ. он фактически поясняет или развертывает эту идею. Что такое историческое просвещение? В этом указе содержится огромное количество очень важных фундаментальных положений. Первое. Говорится о том, что определенные силы в мире хотят лишить русских исторической идентичности. Наш народ, россиян, исторической идентичности. Стереть ее, оболгать, лишить нас своих собственных корней. И фактически речь идет о том, что западная цивилизация, претендуя на универсальность своих положений и ценностей, стремится похитить нашу идентичность. Похитить ее, украсть. Просто сказать, что вы не те, кем вы себя считаете. Ваше самосознание ошибочно. А мы вам принесем свое самосознание. Основанное на универсальных либеральных ценностях. А по сути, на нашем историческом опыте. То есть западное общество пришло к тому, что, например, пол является вопросом выбора. Поэтому надо говорить не о поле, а о гендере. И каждый индивидуум может выбрать свой пол в зависимости от своего социального желания. Или даже прихоти или каприза. Вы знаете, что сейчас пол меняется детям. Это уже чудовищное преступление с нашей точки зрения. Но это вытекает из этого, из результата исторического развития этой цивилизации. У меня, не знаю, многие следили. Было бы очень интересное интервью с Такером Карлсоном. Где он меня спросил, а как мы-то на Западе дошли до жизни такое? Я ему высказал свой взгляд на формирование либеральной идеологии, которая заключается в освобождении индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Обратите внимание, либерализм есть идеология, которая требует освобождения. Отсюда либерализм, свободный либертаз индивидуума, это субъект этого освобождения, от всех форм коллективной идентичности. Началось это с церкви, потом с профессии, с сословий, с империи, потом уже от национального государства, наконец от пола. И последнее, что осталось от человеческой идентичности, потому что она коллективная. Соответственно, картина получается такая, что Запад поставил перед собой определенную цель в эпоху реформации, например, протестантизма, когда было освобождение от религиозной католической идентичности. Поставил, пошел по этому пути и шел последовательно, пока не дошел до смены пола у детей по их капризу. То есть не то, что там, ах, какая катастрофа. Нет, это исторический путь западной европейской цивилизации, особенно англосаксонской, особенно в наше новое время, когда после падения Советского Союза оказалось, что это только одна либеральная система есть. И вот осталось теперь, освободились от всех форм коллективной идентичности, осталось гендерная, половая и человеческая. Вот мы где? Вот между, скажем, от гендерной западной общества освободилось, а от человеческой мы вот-вот постгуманизм, трансгуманизм. И нам предлагается делать то же самое, не то, что мы освободились, и вот, а вы как хотите. Нет, Запад рассматривает все человечество, как следующее покорно за ним, и западные критерии, современные западные критерии являются универсальными. Поэтому-то Запад проецирует на нас через культуру, науку, образование, информационные системы, даже технологические модели, через политику, через общество, через этику, свою своеобразную, постчеловеческую этику, проецирует все это на нас. А поскольку мы не хотим, мы упорствуем, мы говорим, у нас другая идентичность, мы другой народ, мы другое общество, у нас другие ценности, тогда они начинают с нами войну. И войну не только на полях сражений, как СВО, но войну и за наши умы. И указ 314 о просвещении истории является, по сути дела, декларацией, если угодно, войны цивилизации. В нем содержатся все основные годы. Запад стремится нас лишить нашей идентичности, мы хотим ее защитить и сохранить. Но что это за идентичность? Мы ее интуитивно чувствуем, поэтому мы понимаем, что когда ребенок по собственному капризу требует заменить пол, или знаете, такое движение есть в Фурии, когда дети в Америке говорят, что я там белочка, я зайчик, и преподаватель не может сказать, приди в себя, а вынужден подносить судно или орешки, кормить эту белочку, Фурии, она говорит, что я вот белочка, и все, не унижайте меня, это моя свобода, это моя коллективная идентичность. И это становится новой этикой. То есть, по большому счету, мы это отвергаем. Мы когда это видим, мы говорим, нет, нет, нет. А что мы утверждаем взамен? И вот тут важно. Оказывается, с этим у нас не очень. Вот для чего нужно историческое просвещение. Мы должны понять, кто мы такие сами, какова наша цивилизация. И тут в этом указе мы встречаем и понимание, и представление о государстве цивилизации. Государство цивилизации, не просто Россия, это сападноевропейская страна. Страна может принадлежать к одной, одна страна и другая могут принадлежать к одной и той же цивилизации. И так западные страны разные принадлежат к этой западной цивилизации. Если мы государство цивилизацию, то мы не принадлежим к этой западной цивилизации, мы сами по себе цивилизация. Какая? Мы это не узнаем, пока не пройдем процедуру исторического просвещения. Дальше там сказано, что русский народ государство образующий. И при этом подчеркивается, что другие народы, другие этносы принесли свой вклад в создание великой державы и нашей культуры. И поэтому наша идентичность инклюзивна, она включает в себя народы. И поэтому русским может быть татарин, чеченец, башкир, якут, калмык. И одновременно оставаться татарином, башкиром, якутом, чеченцем или калмыком. Одно другого не исключает. Это включающая в себя специфическая евразийская идентичность. Как нам понять ее, если мы не знаем нашей истории, если мы не знаем ее разных этапов, в какой период, на каком этапе, в какой форме к нам те или иные народы присоединились, какую роль они сыграли в формировании нашей единой исторической культуры, государственности и традиций. Все, да, плюс традиционные ценности, в этом указе говорится, традиционные, религиозные, духовные и культурно-нравственные ценности. То есть вот все ценности, которые формируют наше «я», нашу идентичность, они должны быть нам известны. Они нам так уж хорошо известны? Нет, мы запутались. У нас то был либерализм 30 лет, до этого коммунизм, до этого была эпоха Романовской империи, до этого другие эпохи. И если мы не будем их знать все, если мы не будем поднимать кодов каждого из этого исторического периода, то мы едва ли сможем обосновать, кто мы. А значит, мы не сможем дать бой тем, кто пытается сказать, вы индивидуумы, вы такие же индивидуумы, как и все, русского пути особого не существует, вы должны подвергнуться деколонизации, потому что вы захватили эти территории, эти народы, отпустите их, мы их возьмем себе. Они будут теперь у нас фури, наши будут фури, у вас они русские татары, русские чеченцы, традиционные представители христианства, ислама, великих народов, у нас они будут, мы поменяем им гендер, мы их как бы просветим, расширим их возможности, и будут наши такие американские фури. Они не ваши российские гордые и патриотичные люди. Вот о чем идет речь. Но чтобы дать этот ответ, чтобы дать этот бой в этой борьбе, войне цивилизаций, нам надо очень хорошо представлять, кто мы. А этот вопрос, он, собственно говоря, не так прост. Мы чувствуем, что мы не они. Но когда мы пытаемся сказать, не они, но кто? Вот тут мы начинаем часто путаться. Они говорят, мы красные, мы должны вернуться. Вот Ленина срочно еще одним мавзолеем построить, еще более знаменитый. Другие говорят, мы белые, Ленина надо закопать. Это вообще недоразумение. И кто-то говорит, мы должны вернуться еще к языческому там уровню. То есть разные предложения, которые поступают в нашей идентичности, они могут так повернуться, что когда мы будем защищать, обосновывать и утверждать самих себя, мы сами себя тоже можем раскачать. Вот в чем дело. Вот для всего этого, чтобы показать нам нашу собственную историческую идентичность, чтобы сохранить наш народ, наше государство, нашу культуру, наше общество, нашу державу, нашу цивилизацию и утвердить ее на новом этапе перед лицом войны, которая с ним ведется, и при этом не впасть в какую-то крайность идеологическую, для этого нужно историческое просвещение. Наверное, никогда в русской истории так остро вопрос об историческом просвещении не стоял. В 19 веке тоже был процесс так называемого народного просвещения. Вот народное просвещение была идея такая, что русский народ долгое время находился в состоянии крепостной зависимости, он не развивался, не осознавал себя, и в 19 веке царское правительство начало масштабные реформы по народному просвещению. То есть, во-первых, пошло постепенное, а потом уже и всеобщее освобождение крестьян. Многим выходцам из простых сословий предоставлялось образование, их включали, они знали языки, науки, культурные основы культуры, и они становились полноценными участниками жизни всей страны, ответственными, убежденными с собственным самосознанием. Вот тогда было народное просвещение, оно было очень важно. Но сейчас еще более важная вещь, потому что мы сейчас находимся в таком глобальном обществе, где сети легко проникают к самому простому, самому обычному человеку, к ребенку. И ребенок, уже тыкая в айфон или в какой-то гаджет, он оказывается уже в сетях этой атакующей, токсичной западной цивилизации, с которой мы ведем войну. Вот поэтому историческое просвещение – это сейчас самое главное, пожалуй, словосочетание, под знаком которого мы будем жить дальше. То есть историческое просвещение имеет начало, это указ 314, оно не имеет конца, если угодно. Это вот великое делание нашего народа, нашего государства, под знаменем которого должны проходить все дальнейшие реформы, все дальнейшие государства строительства, госстроительства. Потому что сейчас мы должны, по сути дела, не просто защитить, сохранить, а как бы перезапустить, переучредить полноценную, настоящую русскую цивилизационную государственность. Вот насколько значение этого указа 314. Он фактически вместе с указом 709 о традиционных ценностях, и там и там речь идет о государственной политике в деле защиты традиционных ценностей и в деле государственного просвещения. То есть это не просто пожелание такое, хорошо бы поучить историю, хорошо бы защищать традицию. Нет, государство обязано сделать это своей главной целью. Какие смыслы вы вкладываете в понятие традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей? Потому что я, в общем-то, абсолютно согласен с тем, что вы сказали. На сегодняшний момент очень мало кто может сам это сформулировать. Причем речь идет не только о молодежи, но и о поколении более старшем. Вы знаете, в указе 809, который от декабря 2022 года перечислены 16 традиционных ценностей, конечно, можно было бы добавить, что-то можно было бы поставить под вопрос. Но даже этот набор, который имеет особый статус, потому что он попал в указ, этот набор достаточен для того, чтобы составить представление, если угодно, о русской этике, о русском нравственном векторе. Там речь идет о преобладании духовного над материальным, о милосердии, о справедливости, о жизни, о патриотизме, о памяти поколений, о здоровой крепкой семье. И вот если мы просто даже вот эти тезисы, большинство из них, подавляющие вот эти ценности, перечислим, то мы увидим, что современная западная цивилизация почти линейно отвергает каждого из них. Не совпадает с ними. Да, вместо не совпадает, прямо противоположное. Крепкая семья, ЛГБТ, милосердие, индивидуализм, духовное над материальным, у них материальное над духовным. И просто мы имеем дело с двумя перевернутыми мирами. То есть вот с мирами как бы мы антиподы, мы цивилизационные антиподы. Наши традиционные ценности прямо противоположны их нетрадиционным ценностям, антитрадиционным ценностям. И это не случайно, вот что я хочу сказать. Но, конечно, поэтому в первую очередь надо здесь понимать их смысл. Второй момент очень важный. Само слово традиция. Вы знаете, что само слово традиция, оно не пустое. Это не значит, что вот мы там что-то когда-то кто-то делал, и мы так же делаем, сохраняем музейную какую-то связь с нашими предшествующими этапами. Речь идет о том, что традиция – это совершенно другое отношение ко времени. Традиция, как таковая, это признание вечности, что есть нечто вечное. Бог, вера, человек, вечный человек, так называлась замечательная книга Честертона, консервативного, британского, кстати, писателя и философа. То есть есть это вечное начало, и традиция – это то, что передает доступ к этому вечному началу, ключ к нему, путь к нему, карту, которая показывает, как его найти, из поколения в поколение. Не просто что-то, что люди придумывали, передают там дальше по цепочке. Нет, от родителей к детям, от снова и снова, от поколения к поколению передается доступ во дворец вечности. Это и есть традиция. Традиция, она не несет только что-то, какой-то предмет, она несет в себе указания, она несет ключ. Традиция – это ключ, и поэтому, когда у нас есть ключ, мы можем открыть эту сокровищницу. Когда у нас, это самое главное, но если у нас не будет самой сокровищницы, там нечего будет открывать. То есть один ключ тоже недостаточно, традиция – это когда мы что-то несем, может быть, не осознавая этого, но когда у нас еще есть инструмент, чтобы осознать то, что мы себе несем. Вот это, собственно говоря, и есть смысл традиции. Традиция – это всегда нечто священное, это всегда нечто большее, чем то, что нам передается. Всегда еще на одно измерение больше. А современность, как ее альтернатива традиции, или модерн, или постмодерн, это как раз совсем другое, то есть это идея такой абсолютной суверенности времени. Время отрицает вечность. То, что прошло, то и исчезло. То есть где он вчерашний день? Вот что было вчера? Какая разница? Живи одним днем. Будущего? Будущего нет. Прошлого нет. Живи сейчас. Это некая установка на значение эфемерного мгновения. Это эфемерное мгновение, лишенное прошлого и будущего, оно постепенно полностью утрачивает смысл. Вот это очень интересная была идея у философа Гуссерля. Да, у него идея о фитомологии времени. Он говорит, смотрите, надо время так понимать, как мелодию. Вот мы слышим одну ноту сейчас, вот это настоящее. Но эта нота становится нотой, каким-то звуком. Если мы помним предшествующую ноту, как она звучала, и предугадываем последующую, тогда это мелодия. Тогда настоящее есть. Но тогда есть история. Тогда есть традиция. То, что мы передаем от предыдущей ноты, в последующей. Даже если мы не угадаем, что следующая нота будет другой, но мы ее предполагаем, значит, мы понимаем, что у нашего настоящего есть смысл. Это нота, а не шум. Это музыка, а не какое-то механическое, механическо раздражающее свист просто. И вот это очень важно, чтобы бытие имело смысл, оно должно встроиться в историю как раз, оно должно встроиться в традицию. Как единое целое. Конечно, как единое целое, причем открытое, живое. Традиция – это не просто повторение или сохранение того, что было, это создание нового. Но новое, имеющее смысл. Если мы отказываем этой вечной мелодии и вечной гармонии в существовании, у нас просто получится череда, секвенция, такая последовательность бессмысленных звуков. А что мы видим в музыке XX века, у Штокхаусен, например, додокофонической, что мы видим в современной электронной музыке, что мы видим в музыке, которая пишет искусственный интеллект, мы видим как раз последовательность разрозненных мертвых звуков, которые поставлены по определенным правилам. А духа музыки уже нет, смысла музыки нет, нет истории, нет традиций. Есть только одна чистая диктатура времени, времени без смысла, времени никуда не текущая. И постепенно, временно потеряв связь с прошлым и с будущим, утрачивает само себя. И само время, ради которого модерн, собственно говоря, начинал свою работу по борьбе с традицией, тоже упраздняется. Это переходим мы от модерна к постмодерну, который говорит, это ваше и время тоже исчезает. Есть только такая рецикляция, рециркуляция, рециклирование, цитирование, самоповторение, постыстория. Вот куда мы пребываем вместе с Западом. Поэтому, когда мы говорим о защите традиционных ценностей, мы говорим, по сути дела, о сохранении всего того, что подлежит ликвидации в ходе модернизации и постмодернизации. Фактически мы говорим о защите человека. Но, вот это тоже очень важный момент, в какой-то момент Ницше сказал, что Бог умер, вы убили его, вы и я. Ницше беря на себя ответственность за то, что он не совершал, он просто фиксировал, что западная культура убила Бога. И поначалу казалось, что когда Бога нет, то у человека новые возможности. Он теперь больше не раб, он больше не перед кем отчитываться, он может не соблюдать правила и заповеди. Это Достоевского, Смердяков. Да, 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 совершенно верно. Он может идти, раз Бога нет, то все позволено. Он может идти в любом направлении, а не только по тем путям, которые были указаны. Но, и казалось бы, что он свободен, и он утвержден, наконец-то человек человек. И вот прошло не так много времени, около ста лет, а казалось, что человек с этой свободой не справляется. Что сам он, лишившись своего отношения к Богу, к вечности, к традиции, утратил свой смысл. Этот индивидуум, которого освобождали, 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 и, наконец, индивидуум освободили от человека. Человек в процессе своего освобождения потерял самого себя. Вот этот парадокс, который мы сейчас не просто предсказываем или предвидим, а который мы наблюдаем и на практике можем констатировать. Современный постгуманизм, современный вот Ювал Нуахарари, Корцвелли, они просто говорят, что человечество исчерпало свою функцию, оно должно быть сменено искусственным интеллектом. Они этому радуются, они говорят, вот это же прекрасно, это сингулярность, новые виды жизни постчеловеческие будут теперь править. И, соответственно, вот таким образом освобождение человека кончилось исчезновением человека. Почему? Потому что как только человек свое отношение к традиции, к Богу, к вечному утрачивает, он и свое содержание утрачивает. А дальше он же просто распадается на запчасти, которые можно поменять или усовершенствовать. И это закономерный процесс. Поэтому я думаю, что когда мы встали на сторону традиционных ценностей, мы просто бросили историю вызов, западную историю. Мы сказали, нет, ты течешь не туда, мы с тобой не согласны. Мы будем защищать традицию вопреки тому, что ты, Запад, с этой традиции порвал и построил свое общество на ее отрицание. Мы ее утверждаем. Мы утверждаем, тем самым спасаем не только человека. Этот гуманизм и защита человека тоже часть традиционных ценностей. Но мы не сможем спасти человека, если мы не сохраним его отношения с Богом. Если мы не пройдем в обратном направлении тот путь, в который, кстати, в эпоху атеизма мы тоже были вовлечены. Мы были под этим влиянием материализма и атеизма очень глубже, может быть, даже чем Запад прошли. Но мы оттуда вышли. Мы прошли вот эту нижнюю точку, надир нашей истории. И не то, чтобы мы ее прошли или из нее вышли, но пытаемся из нее выйти. И вот эти законы, эти указы, которые говорят нам о традиционных ценностях, это фактически в каком-то смысле призыв, духовный призыв выбираться из той ямы истории, куда мы попали благодаря Западу. Ведь это все западное влияние. То, что привело к гибели традиции в России, это влияние Запада. Сейчас мы с ним воюем, с этим Западом, и спасет нас только наша традиция, это обращение к нам самим, к нашей идентичности и к Богу. И это касается традиционных конфессий, это касается, в первую очередь, православия для большинства русских людей, но это касается ислама, как традиционные конфессии, и менее важные для нашей истории и для других традиционных конфессий. То есть, на самом деле, здесь речь не о том, что мы теперь должны всем навязывать нашу религию, мы просто должны призвать людей вернуться к их религии, к традиционной религии. Для большинства русских это православие, но для тех, кто является органическим и культурным, или по выбору, это все равно носителем другой религии. Ислама, в первую очередь, это то же самое. То есть, в этом отношении между исламскими духовными лицами и христианскими, вот в этом отношении традиций есть полное взаимопонимание. Традиции разные, но отвержение модернное, отвержение западного атеизма одно. Поэтому так часто они вместе, наши духовные лидеры и других конфессий, так вместе сидят, вместе защищают семью, вместе защищают нравственность, вместе защищают, собственно говоря, нашу культурную идентичность. Потому что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет. Но в таком случае прохождение того пути, о котором вы говорите, который был открыт этими указами, он потребует широкой перестройки и системы образования, и самых разных институтов. Вот как будет реализовываться политика в области исторического просвещения? Изменится ли, например, подготовка историков в ВУЗе количественно-качественно? Конечно. Я думаю, что мы даже не осознаем в себе, это переворот. Этот указ и второй указ, и 3014, и 809, и путинские выступления на разных форумах, по разным поводам, это новое мировоззрение. Оно требует совершенно глубочайших реформ, гораздо более глубоких, даже чем, я думаю, коммунистические или либеральные. Они направлены в другом направлении, но они не менее фундаментальные. Нам надо перестроить все. По большому счету, российская государственность, которая возникла в 90-е годы на развальных СССР, нуждается в тотальном реформировании. И Путин его ведет. Просто он делает это очень аккуратно. Мы вот 24 года в этом состоянии живем. Многие даже не заметили, насколько изменился мир. То есть сдвигается, если угодно, грубо говоря, окно Авертона. То есть в 90-е годы либерализм был абсолютно непререкаемый истинный, а вот так незаметно-незаметно в 24-м году уже он вне закона, по сути дела. И открытый либералам признать себя могут только такие маргинальные, экстремальные, скорее, какие-то группы. А во власти уж едва ли кто-то. Патриотизм это стало нашей общей платформой. Другое дело, что сейчас этот патриотизм приобретает все больше и больше задержания. Он не становится просто, там, люби Родину. Ну, мы любим Родину. Что такое Родина? Что такое любовь? Что такое мы? Что такое держава? Кто друг, кто враг? Кто с нами, кто не с нами? За что мы отдаем жизни на СВО близких людей? Эти вещи должны получить серьезный ответ, сопоставимый с теми серьезными вызовами и теми утратами, той болью, тем страданиям, которые наше общество сейчас несет. Сейчас ему нельзя отделаться чем-то от него, чем-то формальным. Надо дать глубокие ответы. Поэтому необходимо перерабатывать, пересматривать наши вообще гуманитарные науки, которые находятся под западным влиянием. Необходимо пересматривать преподавание. Необходимо совершенно по-другому относиться к истории как таковой. Но историческое произвещение – это гораздо более широкая вещь, чем подготовка историков, или чем преподавание истории в школах и вузах. Это даже более важная вещь, чем изменение всей системы нашего гуманитарного образования, потому что речь идет о другом векторе. Просто мы вот, смотрите, речь идет на то, что мы быстрее или медленнее пойдем к одной какой-то ясной нам цели. Например, многие описывают спор в том, что речь идет о скорости. Консерваторы хотят давить на тормоз, то есть мы едем медленнее, а прогрессисты, реформаторы хотят на скорость, на газ быстрее. А речь идет о том, что мы вообще не туда едем. Ни быстрее, ни медленнее. Мы вот как раз с тем же Стакером Карлсоном и был разговор. Он говорит, слушайте, вы описали такой либерализм, который мне очень не нравится, но я либерал. Я говорю, ну потому что либерал там на консервативный, то есть вы либерал вчера, а сегодня либерал уже требует отказа там от пола, от человечества. Он говорит, нет, я не хочу этого. Но вот вчерашний либерализм приходит таким образом в противоречие с сегодняшним. Да, и то, что было прогрессивным, становится консервативным. Поэтому вот получается, это когда речь идет о том, что мы согласны с вектором. А мы сейчас делаем вообще невероятный жест. Мы сворачиваемся с этого пути, мы едем под углом 90 градусов. Мы вообще не едем ни быстрее, ни медленнее. Куда-то, куда едет все остальное ведомое западным человечеством, мы хотим свернуть с этого пути. Мы считаем, что это путь в бездну, и мы хотим с него свернуть. Не просто затормозить или приехать к бездне попозже. Мы хотим изменить движение нашей страны. Мы не берем все человечество, хотя, конечно, нам его жалко, но если оно несется в бездну, это, в общем, его выбор. Мы туда не хотим. Но для этого тормозов не хватит, потому что это огромная тормоза здесь ни при чем. Здесь важно совершить вираж, маневр и перестать ехать туда. Может быть, кстати, для того, чтобы избежать катастрофы, нам надо ехать очень-очень быстро и наоборот давить на газ только в другом направлении. Вопрос не в скорости, вопрос в направлении. А вот с какой скоростью двигаться по этому другому направлению, эта тема вообще не обсуждается, потому что при номинации западного подхода вопрос только в том, быстрее или медленнее. А мы говорим, не, постойте, не туда. Мы с вами дальше не едем. Мы сходим с этой установки. Это остановит. До свидания. То есть вы дальше, а мы пешком, в конце концов, пойдем. Нам надо спрыгнуть с этого поезда, с этой вагонетки, несущейся в бездну. Это и есть наша политика традиционных ценностей. Но при этом они развиваются, они создают летальное оружие, они находят новые способы нас убивать, поэтому мы должны как-то и в этом отношении развиваться. То, что называется оборонная или ответная модернизация. С этим мы тоже должны как-то поступить. То есть перед нами стоит огромное количество вызовов, которые затрагивают все наше государство, наше правительство, нашу политику, наше образование, нашу науку. Мы просто его не осознали, что нам дан завет, просто наш рулевой, наш штурман, резким образом, видя мель, рифы, резким образом изменил направление нашей навигации. И, конечно, я думаю, что это трудно осознать, потому что, в общем-то, человеческая мысль довольно инерциальна. Мы привыкли двигаться в каком-то направлении, ну и все двигаются. И нам кажется, правительство тоже, ну вот министра обороны убрали, зато перевели на совбез. Вот там кажется, что ничего не происходит. Но это, на самом деле, потому что мы невнимательны к смыслам. Происходят колоссальные события. И раз, закон 314, до этих несуществующих перемен в правительстве, вдруг он появляется. Это означает, что это другое правительство, оно двигается уже в другом направлении. Это те же люди, а правительство другое. Потому что меняются, именно самое главное, меняются вехи и ориентации нашего русского пути. Тогда, наверное, придется решать другую. Еще один вопрос. Вообще, возможно ли в полной мере исполнить указ президента, свернуть, если не будет некого надзорно-контролирующего механизма над тем, чтобы воплощалось то, что намечено. Вот, как на ваш взгляд, если можно без него обойтись, то как, а если нельзя, то каким должен быть этот механизм? Я думаю, что каким какой-то механизм необходим. Но вот смотрите, историческое просвещение, его нельзя воспринимать так, что у нас есть правительство, которое исторически просвещено. Есть общество, которое исторически не просвещено. И приходит правительство и говорит, мы сейчас общество просветим тебя. Нет, надо кто-то, чтобы кто-то и правительство тоже просветит. Правильно? Потому что кто его просветит? Не общество же, которому это правительство само немного голову запудрило, мозги на предыдущих этапах. Это те же самые, в общем-то, инстанции. Ведь государство же говорило, ориентируйтесь на Запад, Россия, европейская держава, старайтесь модернизироваться. И до сих пор, иногда говорят, там больше цифры, больше постгуманизма, ну, такого, по крайней мере, технологического. Поэтому на самом деле вот этот надзорный орган, он не может быть формальный. Потому что вопрос, с кого его создавать, вот это не имеет ответа. Потому что его нельзя создавать из власти, тем более нельзя создавать из масс. А откуда? И поэтому Путин задумался об этом вопросе, когда он стал говорить о новой элите, которая придет из СВО. Это очень важный вопрос. Он, задумавшись над тем, что могло быть контрольным органом настоящих патриотических реформ, я думаю, что он пришел к выводу о необходимости военной элиты. Элиты, которая рождена войной, которая прошла с тяжелейшей испытанием, смертью, гибелью, военными действиями. И это люди созданы из другой плоти, из плоти войны, из плоти страданий, из плоти мужества, из плоти подвига. Для этих людей патриотизм не абстракция. Патриотизм — это часть их бытия, которая прошла на Донбассе, которая прошла в Херсоне, в Запорожье, в Белгороде, в Харьковщине, на Украине. Вот Украина сейчас — это та матрица, та оголенная рана, которая, по сути, должна дать нам базу, основу для этих надзорных органов. Потому что мы не можем теми же самыми силами осуществить эти инициативы, ни сверху, тем более ни снизу. И к тем неизбежным изменениям и реформам, о которых говорит наш президент, к которым он призывает, не готов, по сути дела, никто. И одновременно готовы все. То есть никто индивидуально, полностью осознанно, потому что все живут по инерции, одновременно народ, как таковый, ждет только этого. То есть здесь вот есть такой парадокс. На уровне сознания, воли, готовности, знаний, компетенции у нас нету недостаточных сил. Но на самом деле и терпеть дальше вот это движение в бездну русский народ не хочет, он четко осознает. Это какой-то другой ум действует. То есть вот есть ум аналитический, рациональный, а есть не то что даже интуиция, а ум сердечный. Так вот, да, даже глубже, чем чувственный, духовный. Вот очи сердца, говорит о нем традиция. Вот у русского человека сердце пробуждено, а сознание часто спит. И вот эта пробужденность сердца наряду с основным сознанием создаёт большую-большую-большую проблему. И я думаю, президент видит возможность решить эту проблему именно в новой элите, что не варьё 90-х, которое добралось до вершин власти, должно сейчас быть главной движущей силой этих патриотических реформ. Это противоречие, оно не может выполнить этой функции. С другой стороны, многие люди ведь капятся. Многие люди, оказавшись, например, наверху, увидев то, что видно с высоких горизонтов, они изменяют свою позицию. Поэтому я думаю, что частично патриотизм пробудется в сердцах нынешней власти, существующей власти, а частично её надо будет менять именно благодаря новой элите, то, что Путин назвал новой элите. Из них, из этого альянса, может быть, пробудившихся патриотов и новых патриотов и должна состоять такое ядро вот этого исторического просвещения. Потому что тогда только просвещённые люди, люди-носители света, русского света, способны по-настоящему следить за тем, чтобы этот процесс не превратился в пародию, в имитацию, в бюрократию, в цинизм, в стремление просто сделать себе карьеру под новыми лозунгами. На сей раз всё очень серьёзно. И поэтому вот почему Путин обратился к людям СВО? Потому что там такая подмена на фронте, она невозможна. Там сразу видно, что за человек. И храбрец, и трус, и подлец, и герой. Видны там очень быстро, по крайней мере. Каждый показывает собственное лицо, и человек действительно по-настоящему справляющийся с невероятными трудностями, которые выпадают на его долю, он становится естественным лидером, естественным образцом для других. Поэтому здесь как раз самое важное, чтобы эту тему не превратить в имитацию. Потому что это как раз... Из-за этого всё пойдёт на смарку. И последний вопрос. Возможно ли в России идея конструктивной империи? Конечно, конечно. Я вообще думаю, что сейчас мы подходим к той ситуации, когда вместо увлечения либеральным гражданским обществом мы подходим к состоянию настоящих государств, именно конструктивных, конструируемых империй. Это не традиционные империи, а империи будущего. Кстати, Гегель так понимал империю, он понимал империю как конституционную монархию. И слово «конституционную» для него имело не то, что ограниченное значение, а «aufассенде» по-немецки, а «aufассенде монархии». Вот эта созданная монархия, это означает учреждённая монархия. Монархия или империя, которую люди создают добровольно. Она не просто передаётся в качестве какого-то наследия, династии, которая правила и пусть правит. А люди осознанно, осознав, что необходимо создать сильное, мощное, вертикальное государство, основанное на принципах справедливости, чести, могущества, для защиты своей идентичности, вот это как раз и есть конструируемая империя. Мы должны сконструировать империю. Вот сейчас я хочу сказать, что те же процессы идут в Китае, которые реконструируют, пусть и с таким маистским социалистическим, коммунистическим компонентом, свою конфуцианскую империю. То же самое происходит в Индии сейчас, где при моде уж как минимум воссоздаётся индийское государство, цивилизация, как самобытная конструируемая империя. В этом направлении движется ислам, в этом направлении движется и Африка, Латинская Америка. Ну, это чуть дальше, конечно. Но сейчас время империи. Не одной империи западной, а запада тоже империя. Они создали свою такую, даже скорее не империю, а империализм, который империализм без империи. Формально это либерально-демократическое общество, а по сути действуют они как жёсткое империалистическое образование. Поэтому все так или иначе, все народы, все культуры и цивилизации так или иначе стоят на пороге империи. И, конечно, я думаю, что и в социологическом, и в политическом, и в прямом смысле можно говорить о манифестации или о возрождении, именно таком, как Феникс рождается из Кепла, возрождении нашей империи, Евразийской империи, Русской империи. Спасибо, Александр Гелевич, за эту беседу. Напоминаем нашим зрителям, что у нас в гостях был Александр Гелевич Дугин, доктор политических, доктор социологических наук, директор высшей политической школы имени Ивана Александровича Ильина при Российском государственном гуманитарном университете. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин